МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В автомобиле Эра ГЛОНАСС расскажу я, Ирина Макрецова. Ёлки или палки? Жители Владивостока избавляются от новогодней атрибутики. Как это сделать правильно и красиво? Что происходит с хвойными деревьями после новогодних праздников, расскажу я, Алина Черненко. Где во Владивостоке оттачивают умение кататься на коньках? Популярный каток, сюда все ходят. Кататься нравится, да, очень хороший каток. А еще расскажем, кто обучит местных спортсменов тонкостям хоккейного искусства и заразилась ли Приморья вместе со всей страной вирусом гриппа и ОРВИ. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Европейский суд по правам человека принял жалобу адвокатов главы Владивостока Игоря Пушкарева. Защитники настаивают на незаконности его ареста. По словам адвоката Александра Высоцкого, он подал жалобу еще 29 августа. На данный момент суд в Страсбурге получил жалобу на рассмотрение. Жалобу на решение Басманного районного суда Москвы от 2 июня 2016 года об избрании Пушкареву меры пересечения в виде заключения под стражу и нарушении его прав в ходе судебного разбирательства я подал в конце августа. Сейчас она принята к исполнению, пояснил адвокат Александр Высоцкий. Напомню, Игорь Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями их в коммерческом подкупе. Уже седьмой месяц он находится в московском СИЗО. В декабре 2016 года Басманный суд Москвы продлил арест Игоря Пушкарева до конца февраля. Свою вину он категорически отрицает и сдаваться не планирует и защита. Владивосток окончательно утратил одну из городских достопримечательностей. Лестницу в небеса, как сломанный когда-то виадук, прозвали в народе. Сбитый грузовиком надземный переход на Маковского снова открыли для пешеходов. Как сообщили в Управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, строители смонтировали стальную балку, железобетонные плиты пролетного строения, леерное ограждение, выполнили устройство новой опоры лестничного схода взамен поврежденной, отремонтировали сколы и трещины бетонных поверхностей виадука специальными растворами. Существующие конструкции покрасили, обработали устройство асфальтобетонного покрытия, лестничных сходов и площадок холодными смесями. Кроме того, специалисты демонтировали светофор, который регулировал движение транспортных и пешеходных потоков, а также установили бетонные блоки на разделительной линии. Владивосток рискует остаться без поддержанных автомобилей. Дело в том, что с 1 января 2017 года в силу вступил обновленный техрегламент, по которому все машины этого года в нашей стране должны быть оборудованы специальной системой экстренного реагирования, по-другому – эроглонас. Иномарки, которые в других странах подстраивать под наши запросы не собираются, могут на российской границе не пройти таможенный контроль и не получить ПТС. Особенно эта тема взволновала жителей Дальнего Востока, так привыкших к праворульным японкам. Официально обновления вступили в законную силу, но до сих пор ни водители, ни таможни прояснить ситуацию не могут, как и не могут понять дальнейшие действия в отношении заморских авто. О новой автомобильной системе материал Ирины Мокрецовой. О введении системы эроглонас водители судачат еще с прошлого года. В 2016-м правительство заявило, что с 1 января 2017-го в силу вступает обновленный техрегламент. Все автомобили, произведенные в России, теперь будут оснащены новой конструкцией. Без нее паспорта на транспортные средства больше выдаваться не будут. Эроглонас или система экстренного реагирования при авариях представляет собой своеобразный автомобильный терминал. Работает устройство следующим образом. При ДТП оно определяет местоположение с помощью GPS и передает сотовому оператору координаты транспортного средства, его номер, вид, тип топлива, количество пассажиров и другую необходимую информацию. Одновременно с этим в машине устанавливается голосовая связь с водителем. Причем система работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. А сейчас мы протестируем систему вызова экстренных служб. Нововведение особенно взволновало любителей поддержанных иномарок. Ведь в других странах подстраиваться под российские законы и выпускать машины с ГЛОНАССом никто не собирается. А без системы таможня не сможет зарегистрировать авто. Правда, сейчас водители поговаривают, что таможенники сами до сих пор не знают, как им следует действовать с заграничными машинами – растамаживать или пропускать. Представители таможни личный комментарий нам не дали. Ограничились письмом, которое ситуацию никак не прояснило. В компетенцию таможенных органов не входят вопросы в части, касающиеся системы «Эроглонас». Паспорта выдаются таможенными органами на транспортные средства при наличии одобрения типа транспортного средства или свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, которые подтверждают соответствие ввозимых транспортных средств техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств. По некоторым данным, хотят разрешить установку системы ЭРО, что называется, на месте после ввоза. И уже потом получить заветный ПТС. Обойдется система водителям от 20 до 40 тысяч. Вот только производства ГЛОНАСС на Дальнем Востоке нет. Но это только полбеды. Универсальной системы для всех видов транспорта тоже не придумали. Под каждый автомобиль разрабатывается индивидуальное оборудование ЭРО ГЛОНАСС с учетом технической документации автомобиля. И, как заявили представители, разработчики ЭРО ГЛОНАСС, для японских иномарок праворульных у них в настоящее время нет этого оборудования. Кстати, после самостоятельной установки ГЛОНАСС не факт, что система будет работать. Потому что сигналы она начинает пеленговать только после краш-теста, который в обязательном порядке устраивают российские производители автомобилей. Для этого они, кстати, подвергают авариям три новые машины. Без краш-теста система не подключится. Поэтому, получается, водители поддержанных иномарок просто переплатят за ПТС. Вы слышали про эту систему? Я слышал, но у меня нет, ставить не собираюсь. Я не считаю это вообще необходимым. На подержанные машины абсолютно нет. Еще одна дополнительная бумажка при регистрации на таможне. Как будет, так оно и будет. Все равно мы ничего не сделаем. От наших разговоров ничего не изменится. Первыми против системы ЭРО пошли жители Камчатки и опубликовали в интернете петицию за отмену ГЛОНАСС. Поддержали их и приморские граждане. Водитель из Уссуриска под своей петицией, которую он собирается направить президенту, собрал уже более 27 тысяч подписей. После повышения пошлин начали появляться такие опасные схемы ввоза поддержанных автомобилей, как конструкторы и распилы, которые унесли немало жизней небогатых граждан России. Мое предложение – разрешить жителям Дальнего Востока России один раз в пять лет привозить автомобиль для собственных нужд без пошлин. Пока противники новой системы пытаются достучаться до правительства и что-либо изменить, в официальных дилерских центрах в продаже уже появились автомобили этого года, оснащенные ЭРО ГЛОНАСС. Производитель понес существенные затраты на установку и внедрение этой системы экстренного реагирования в автомобили, но на стоимость автомобиля это не отразилось. Между тем, если закрыть глаза на все неудобства, введение ЭРО ГЛОНАС задумывалось в благих целях. С помощью этой системы сотрудники всех спецслужб просчитывают оперативнее реагировать на аварии и как следствие спасать больше жизней. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков, Игорь Болтов, Андрей Макаров. Новости на восьмом. Эпидемия праздников в Приморье плавно сменяется эпидемией гриппа и ОРВИ. Из-за высокой заболеваемости в крае временно закрыли четыре детских сада. Еще в нескольких школах и учреждениях дополнительного образования занятия приостановлены частично. В целом на второй послепраздничной неделе заболеваемость гриппом в Приморском крае ниже уровня эпидемического порога на 36,9%. Если говорить о краевом центре, во Владивостоке уровень заболеваемости также не превышает эпидемический порог на 65%. В лечебно-профилактических учреждениях региона ведется раздельный прием пациентов. В стационарах на случай подъема заболеваемости и ухудшения эпид-обстановки в регионе развернуты дополнительные койки в инфекционных отделениях. Во всех медучреждениях имеется необходимое количество противовирусных препаратов, рассказали специалисты Департамента здравоохранения. И, конечно, медики настоятельно напоминают населению, что при недомогании необходимо обратиться за помощью к врачу и не заниматься самолечением. А вот в профилактических целях полезные процедуры лишними не будут. К примеру, целебный отвар для ингаляции можно сделать из той же ели, которую вполне возможно уже пора выбрасывать. Кстати, именно об этом сегодня мы планируем спросить у наших телезрителей. Нам интересно, а вы уже убрали новогоднюю елку? Если вы уже избавились от этого новогоднего атрибута, звоните 249-88-06. Если же ваша новогодняя красавица еще радует глаз дома, для вас номер 249-88-07. Итоги онлайн-опроса традиционно подведем в конце выпуска. А пока узнаем, как от елки можно избавиться с пользой не только для окружающей среды, но и для собственного здоровья. И, конечно, избежать ситуации, когда хвойные выкидывают в буквальном смысле в окно. Ценные указания собирала Алина Черненко. Как известны из анекдотов прорусских, многие наши соотечественники затягивают с выбрасыванием новогодней елки до марта. А то и до следующего сезона елочных базаров. И лишь немногие, отойдя от праздников, начали заниматься вопросом утилизации главного новогоднего атрибута. За несколько недель января на мусоросжигательный завод уже было доставлено более 10 тонн хвойных деревьев. При этом первую партию для утилизации доставили еще 1 января. Основную часть которой составили нераспроданные коммерсантами елки на стихийных точках продаж. Бери, не хочу. Бесплатно. Сока загубили леса. Не все ели, которые выставили на продажу предпринимателей, горожане разобрали. Причины тому – ценовая политика и постепенное осознание того, что искусственное дерево – практичнее оригинала, который спустя неделю, в лучшем случае месяц, отправится на свалку. А зачем природу портить? Пускай растет. Я предпочитаю потом еще букеты веток ставить. Ну, живая там, она осыпается, потом ей убирать. Это не очень хочется. Искусственное, она проще. Я все время ставил искусственную. Почему? Ну, потому что мне жалко елочку. Но немало и тех, кто до сих пор весьма консервативен в подлинности новогоднего дерева. Сбором хвойных, которые так или иначе появляются у мусорных баков, занимаются городские службы. Собранный урожай отправляют на завод по утилизации, где каждое дерево измельчают в опилке. Вот такой шредер способен переработать около трех тонн древесины в день. Отработанный же материал отправляется в котельный бункер. И хоть способ сжигания не самый рациональный и экологичный, вторую службу горожан от деревья все-таки оказывают, вырабатывая энергию тепла. Потом эта энергия в виде пара, она либо идет для подогрева горячей воды, либо для отопления жителей нашего города. За рубежом утилизация елок сегодня организована несколько иначе. Например, в скандинавских странах из елочной щепы изготавливают новую мебель. В Америке делают бумагу и наполнитель для кошачьего туалета. А в некоторых странах хвойные деревья идут на компост для городских парков. И даже используются при производстве лекарств против гриппа. Ольга Черненко, Валерия Белоус, Александр Анитай, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Сейчас идем на короткую рекламу, сразу после которой. Расскажем, как призыв в армию связан с тайфуном Lionrock, который обрушился на Приморье в начале осени. И о том, как выглядит каток-малышок на стадионе «Строитель». А также подведем итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно, а вы уже убрали новогоднюю елку? Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Маловато, понимаешь? Маловато будет! Весь январь в магазинах «Азбука мебели» первая грандиозная январская распродажа мебели. Скидки до 40% на всю мебель. Новая коллекция мебели уже в Гипермебельград. Новые формы, стиль и высокое качество. Мебельград. Умный выбор по карману. Банка. Хранить в ней деньги было можно, но приумножить сложно. Время идет. Доходность растет. Кредитный потребительский кооператив «Тихоокеанский сберегательный». Ваши сбережения застрахованы. Хотите дышать чистым воздухом и создать комфортный климат в доме зимой? Мойка воздуха «Веникс» избавит вашу квартиру от пыли и вирусов, а также поддержит благоприятный уровень влажности в доме. Спрашивайте в магазинах «Корел». Настоящая корень. Оптом и в розницу. Огромный выбор семян овощных и цветочных культур, горшков для рассады и более 15 тысяч номинований товаров для сада, огорода и вашего дома. Сегодня с вами я, Инна Щедрова, и мы продолжаем далее выпуски. Расскажем, как призыв в армию связан с тайфоном «Лайон Рок», который обрушился на Приморье в начале осени. И о том, как выглядит каток-малышок на стадионе «Строитель». А также подведем итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно, а вы уже убрали новогоднюю елку? В новом году новая дорога. Рабочие начали работу в рамках реализации мероприятий по созданию ТОР «Михайловский». На территории, которая специализируется на производстве сельхозпродукции. К сентябрю 2017-го в Приморье появится примыкание от дороги Михайлов-Катурий-Рог Некруглого к земельному участку ООО «Русагроприморье». Площадь, где идет строительство подъездного пути, занимает 2,5 километра. Сейчас рабочие снимают верхний растительный слой и ведут отсыпку земельного полотна. Участок дороги в будущем планируют закатать асфальтобетоном. А я напоминаю, что наше сегодняшнее зрительское голосование посвящено теме новогодних атрибутов. Праздники подходят к концу и постепенно елки переселяются из квартир на свалке. Одни от елки избавляются цивилизованным способом, другие, не стесняясь, по привычке выбрасывают дерево из окна. А мы решили поинтересоваться, а вы уже убрали новогоднюю елку? Если вы уже избавились от этого новогоднего атрибута, звоните 249-88-06. Если же ваша новогодняя красавица еще радует вас дома, набирайте 249-88-07. Итоги онлайн-напроса традиционно подведем в конце выпуска. А пока узнаем, как на этот же самый вопрос жители Владивостока ответили лично нашим корреспондентам. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, елки у меня долго не было дома, получается, но новогодняя атрибутика еще есть. Когда думаете убирать? Честно сказать, не знаю. Ну, может быть, через недельку. Нет, еще дома стоит до старого нового года. Ну, через недельку еще даю недельки, потому что очень красиво. Нет. А когда убираете? 20-го. Каждый год? Каждый год. Встретим это, Рождество. И все. И уберем. Дома еще нет. Еще не убрали. А когда обычно убираете? Ну, мы где-то после 20-го числа. Конечно, убрали. Ну, вы знаете, Петр Первый 31-го отмечал всегда Новый год. Он придумал Новый год. До Петра Первого это было 13-го на 14-е. Вот Петр Первый 31-го гулял. И первого гулял. От души гулял. Великий царь. И потом все. Традиционные мандельштамовские чтения пройдут 16 января в 14 часов дня в сквере в Гоэс возле памятника поэту. Мероприятие приурочено ко дню рождения Осипа Мандельштама и проходит в Владивостоке уже 13 лет. Известные строчки из произведения автора прозвучат в исполнении поэтов, журналистов, школьников и даже иностранных студентов. Напомним, что судьба поэта связана с Владивостоком. Он умер в декабре 1938 года в пересыльном лагере, который располагался в районе Моргородка. Сейчас это пересечение улиц Печорской и Вострецова. А вот какие другие культурные события ожидают столицу Приморья в грядущие выходные, мероприятия и точные адреса прямо сейчас перечислит моя коллега Валерия Белоус в традиционной рубрике «Афиша». Действительно, выходные уже близко, можно составлять планы. А куда пойти, что посмотреть, я расскажу прямо сейчас. Во Дворце культуры железнодорожников 13 января состоится рождественский фестиваль «Щедрый вечер». В программе спектакль для детей, творческие мастерские, выступления самодеятельных коллективов Приморья. Начало в 11 утра, вход свободный. А картинная галерея приглашает на фортепианный концерт в программе вечера «Чайковские времена года», «Рахманинов вариации на тему Карелии» и многие другие шедевры в исполнении солиста Тихоокеанского симфонического оркестра Евгения Соловьева. В музее имени Арсеньева открылась выставка, посвященная воспоминаниям о детстве и юности писателя Александра Александровича Фадеева. Экспозиция покажет писателя в начале жизненного и профессионального пути, о том, с кем дружил, автор, кого любил и за что боролся. Писателя называют одним из символов Приморья. В конце 2016-го ему исполнилось бы 115 лет. Отметить Старый Новый год приглашают артисты Краевой филармонии. Там пройдет большая концертная программа под руководством дирижера Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолия Смирнова. Все гости могут услышать музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель», а также композиции Петра Чайковского. Еще выступление артистов Приморской филармонии в субботний вечер состоится в Краевой картинной галерее. Перед концертом всех желающих приглашают на обзорную экскурсию по выставке «Городской романс». Теперь немного о спектаклях. Премьер не ожидается, но порадовать зрителей, артисты в любом случае обещают. В Театре молодежи покажут постановку «Все начинается с любви», в Театре Горького – крейсера, а в квартире номер один – спектакль «Бабник». 15 января во Владивостоке пройдут танцевальные батлы для всех желающих. В 12 дня – начало регистрации, а далее каждый час – новое направление и выступление. Место сбора – проспект Красного Знамени, 3, второй этаж. А в концертном комплексе «ФСК Холл» состоится традиционная «Митрополичья Ёлка» удивительной рождественской истории. Начало театрализованного представления в 13.00, после окончания будут работать творческие мастерские. Еще всех желающих приглашают на святочную вечерку во дворец культуры железнодорожников. Для вас устроят калятки и гадания, будет играть рождественская музыка, танцы, кадриль, мастер-классы, ярмарка и выступления Народного театра. В Пушкинском театре концерт Сеульского академического хора, в программе исполнения композиции Вивальди, Рахманинова и других композиторов, а также русские, корейские, народные песни. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на восьмом. В армию только по собственному желанию. 20 приморцев получили отсрочку на полгода от призыва на военную службу. Таким положением воспользовали жители Ольгинского и Кавалеровского районов, пострадавших этим летом от тайфуна «Лайон-Рок». Согласно указаниям генерального штаба, те граждане, чьи семьи полностью или частично потеряли жилье в результате наводнений, могли призываться на службу осенью 2016 года только в случае их письменного согласия. Отметим, что всего в рамках осеннего призыва ряды армейцев пополнили 1915 молодых людей из Приморского края. И к новостям спорта. В Приморье будут тренировать паралимпийцев. Краевой центр подготовки планируют создать на базе Дальневосточного федерального университета. Тем временем Владивосток подал заявку на проведение недели звезд КХЛ, которая в нашем городе может состояться в 2018 году. А пока в Приморье едет восьмикратный чемпион СССР по хоккею, чтобы дать местным спортсменам ценный мастер-класс. Об этом и о других спортивных событиях подробнее смотрите в спортивном обзоре. Дальневосточный федеральный университет может стать базой для создания центра подготовки паралимпийцев. Так решили исполняющие обязанности ректора Никита Анисимов и руководитель Приморской краевой федерации физической культуры и спорта инвалидов Артем Моисеенко. В планах организаторов уже в этом году провести в ДВФУ несколько соревнований, в том числе по танцам на колясках. По их же мнению, на базе университета можно будет подготовить атлетов для летних олимпийских игр в Токио, которые состоятся уже в 2020 году. А уже этим летом в ДВФУ планируется провести первые международные соревнования с участием спортсменов-колясочников из Японии и фестиваль инклюзивных танцев на колясках для людей с инвалидностью из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Восьмикратный чемпион СССР по хоккею проведет мастер-классы в Приморье. Адмирал пригласил на свою площадку заслуженного тренера России, восьмикратного чемпиона СССР, ведущего хоккейного эксперта и почетного президента спортивного клуба «Адмирал» Сергея Гимаева. Гость посетит два домашних матча, а в перерыве одной из встреч в фойе первого этажа состоится его автограф-сессия. Цель приезда Сергея Гимаева во Владивосток – это помощь в развитии хоккея в Приморском крае. В рамках программы «Большой хоккей», реализуемой хоккейным клубом «Адмирал», Сергей Наилевич проведет мастер-классы в трех городах Приморья. 12 января он посетит Артем, 13 января – Владивосток и Уссурийск, 14 января станет гостем телеканала «Телемикс» в Уссурийске, 15 января проведет круглый стол в Артеме со спортивной общественностью края. К слову, Сергей Гимаев уже не в первый раз в Владивостоке. За последние полтора года в Приморье он уже в третий раз. Владивосток собирается стать ареной для недели звезд КХЛ. Приморская столица уже отправила заявку на 2018 год. Владивостокский хоккейный клуб планирует пригласить звезд эстрады и даже национальную сборную России, чтобы она провела серию товарищеских матчей в Приморской столице, а также организовала здесь мини-сбор перед Олимпиадой в Корее. Я передал в Лигу все необходимые документы, подтверждающие наше намерение провести у себя матч звезд КХЛ с недели звезд хоккея, а также рабочую версию презентации. Мы первые, кто сделал это. Владивосток предлагает уникальный план мероприятия в виде недели звезд. И кубок вызова МХЛ, и женский матч звезд, и поединок следствий хоккеистов, и, конечно, матч звезд КХЛ. Согласятся ли на такой эксперимент представители КХЛ, станет известно ориентировочно только в феврале или в начале марта. Каток на стадионе «Строитель» продолжает радовать горожан и приглашает всех желающих покататься на коньках. Все последние годы по распоряжению главы города площадка работает бесплатно. Катаюсь я уже три года. Очень много всегда знакомых, потому что, ну, такой популярный каток, сюда все ходят. Вот. Кататься нравится, да, очень хороший каток. Каток открыт для посетителей с утра до позднего вечера. Ежедневно подрядная организация осуществляет чистку и дозаливку поля. Для удобства посетителей на стадионе работает бесплатная парковка и теплое помещение для переодевания, кафе, пункт заточки коньков и туалеты. В этом году работает как большой каток, так и каток-малышок. Отдельная территория для маленьких детей. Анастасия Крикун, Инна Щедрова. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Система ГЛОНАСС. Новая эра комфорта или проблем. Нововведение в законодательство вступило еще с 1 января. Однако автомобилисты до сих пор не могут понять, что теперь они обязаны сделать со своим автомобилем. Во Владивостоке утилизируют новогодние елки. Корреспонденты 8 канала узнали, как избавиться от новогоднего атрибута цивилизованным способом. Во Владивостоке может появиться центр подготовки паралимпийцев. Оборудовать залы и территории для тренировок планируют на базе Дальневосточного федерального университета. Каток для взрослых или каток-малышок. Стадион-строитель продолжает каждый день принимать любителей прогнать на коньках. И подведем итоги зрительского голосования. Напомню, сегодня мы спросили, а вы уже убрали новогоднюю елку? И сейчас пришло время остановить голосование. Результаты онлайн-опроса уже на ваших экранах. Уходит ли вместе с елкой хорошее новогоднее настроение? Это у каждого индивидуально. Главное помнить, дом в первую очередь украшает не зеленое дерево, а дружная семья. Есть что добавить? Пишите на страничках восьмого канала во всех социальных сетях. Или звоните номер 249-88-12. И уже завтра вы станете авторами новостей. Есть о чем рассказать городу? Мы поможем в восьмой канал. Главное – Владивосток. И еще в сегодняшнем выпуске новостей мы уже говорили о том, что 15 января исполняется 125 лет со дня рождения поэта Осипа Мандельштама. Каждый год в этот день к его памятнику возлагают цветы, а в сквере читают стихи любимого поэта. Так произойдет и на этот раз. А сейчас предлагаю послушать стихотворение в исполнении самого автора без комментариев. Сразу после прогноз погоды с вами была я, Инна Щедрова. Увидимся на восьмом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»